Друзья, привет! Всех с наступающим Новым Годом! И сегодня у нас подборка из трех самых новогодних салатов. Сначала мы, конечно же, приготовим оливье. Вместо консервированного горошка возьмем свежий и потушим его до готовности. Это примерно 10-15 минут под крышкой. Затем вместо соленого огурца возьмем тоже свежий огурец и нарежем его небольшими кубиками. Далее также кубиками нарезаем картофель. Но секрет в том, что картофель и морковь нужно не варить, не готовить в микроволновке, а запекать в духовке. Это очень важно, и готовый салат с запеченными овощами будет намного вкуснее. Хорошо помойте овощи, очистите их сразу от кожуры, и каждый овощ заверните в фольгу. Запекайте в разогретой духовке при 200 градусах до мягкости овощей. Дальше нужно нарезать кубиками вареные яйца и мелко порубить свежий зеленый лук. Но здесь обратите внимание на то, что лук нужно добавлять в салат, только если вы собираетесь есть его сразу. Если вы готовите салат про запас, и он будет у вас стоять в холодильнике хотя бы день, то лучше посыпать свежим луком салат уже в тарелочке. И теперь берем главный ингредиент. Слабо соленую красную рыбу подойдет любая, семга, форель, горбуша, какая вам больше нравится, и режем ее тоже мелкими кубиками. Да-да, пожалуйста, не удивляйтесь, оливье с красной рыбой это просто очень вкусно. Попробуйте хотя бы раз, и вы тоже влюбитесь в этот рецепт. Ну, теперь просто смешиваем все ингредиенты в салатнике и заправляем майонезом, желательно домашним. И дальше мы с вами приготовим селедку под шубой, тоже весьма необычную. Берем репчатый лук и очень мелко его рубим. Не все любят, когда в салате есть лук, поэтому мы с вами его замаринуем. Тогда он не будет горчить и получится очень вкусным. Просто перекладываем лук в тарелочку, добавляем соль, сахар и самый обычный столовый уксус. Все хорошенько перемешиваем и оставляем примерно минут на 10, а пока займемся другими ингредиентами. Берем филе сельди и режем его также мелким кубиком. Чем мельче, тем вкуснее. И сразу же добавляем селедку к луку. Наливаем растительное масло, совсем немного, и хорошенько все это перемешиваем. И пока снова убираем в сторону. И переходим к овощам. Овощи для селедки под шубой нужно также запечь в духовке. Никакой микроволновки, никакой варки. В кастрюле только духовка. Овощи так получаются намного вкуснее и сочнее. Как запекать овощи в духовке я уже говорила в рецепте салата оливье. И теперь овощи нам нужно измельчить. Это можно сделать на терке, но я воспользовалась блендером. Просто складываем овощи в блендер и включаем. На максимальную мощность держим примерно 10 секунд. Здесь важно не передержать, чтобы овощи не превратились в кашу. Дальше мелко рубим вареные яйца и оставляем целиком 2 желтка. Мы будем использовать их для украшения салата. Кстати, моя кошка, которая сидит сейчас на окне, просто обожает вареные желтки. И всегда прибегает сразу же, как только я начинаю чистить яйца. Но пришлось ее немного угостить. Желтки, которые мы оставили целыми, нужно натереть на терке или просто раскрошить их руками. И теперь каждый слой для салата мы смешиваем с майонезом отдельно. Если хотите, можно каждый слой немного посолить. Смешиваем с майонезом все слои, кроме селедки с луком. Теперь берем винные бокалы или любые другие бокалы или креманки и выкладываем слоями наш салат. Сначала кладем картошку, затем селедку с луком. Подушка из картошки это обязательно. Сверху выкладываем яйца. Затем кладем морковь и затем свеклу. Украшаем салат раскрошенным яичным желтком. Накрываем салат пленкой и убираем в холодильник минимум на 4 часа. Он настоится, пропитается и будет еще вкуснее. А мы переходим к третьему салату, который называется любовница. Здесь нам понадобится целый гранат. Гранат нужно аккуратно очистить от кожуры и отделить от него зернышки. Затем берем сырую морковь и натираем ее на крупной терке. Также на крупной терке натираем обычный твердый сыр. Можете брать любой, который вам больше нравится. Я, например, часто беру российский. Дальше берем вареную или запеченную в духовке свеклу и тоже натираем ее на крупной терке. Я, наверное, повторюсь, но запеченная свекла будет намного вкуснее. Следующий ингредиент это грецкие орехи. Их нужно размять в крошку. Это можно сделать ступкой или скалкой. Натертый сыр смешиваем с чесноком. Чеснок можно мелко порубить или воспользоваться специальным прессом. Берем салатник и начинаем выкладывать наш салат. Сначала кладем слой моркови, натертой на терке, и перемешиваем ее с майонезом. Далее выкладываем слой сыра с чесноком и смазываем его сверху майонезом. Теперь нам нужно смешать натертую на терке свеклу с грецкими орехами. И выложить все это дело на сыр. И снова смазать сверху майонезом. Да, друзья, майонеза в этом салате много. Но здесь, мне кажется, он приходится к месту. Потому что салат вкусно пропитывается майонезом. Ну и раз в год такой поесть, конечно, можно. Но я все же выступаю за то, чтобы майонезных салатов на столе было как можно меньше. Если вы готовите салат с большим количеством майонеза, сделайте другие закуски-салаты более легкими. Готовый салат сверху щедро посыпаем гранатом. Это и украшение, и дополнительная изюминка во вкусе. Как и селедку под шубой, салат нужно накрыть пленкой, убрать в холодильник и дать ему настояться хотя бы 4 часа. Это очень-очень вкусно. С наступающим вас Новым Годом!